Здравствуйте! Продолжаю делать свою домашнюю лабораторию для разработки приложения на базе К3С. Ну, вернее, как приложение, не приложение, не на базе К3С. Приложение как просто приложение, а вот лаборатория будет на базе К3С. Вот так вот. Это третье видео в серии. Ну, традиционно предупреждаю, если вы начинаете смотреть отсюда, ну, в общем-то, это нехорошо. Смотрите с первого видео. Так, в прошлом видео мы с вами настроили DNS-сервер. Мы поставили К3С, мы настроили разные клиенты, настроили так, чтобы линза наконец-то показывала всякую информацию по использованию приложениями, соответствующие данные, то есть CPU, память и так далее. В общем, некая заготовочка. Сегодня мы начнем ставить всякие полезные приложения, которые мы будем использовать в своей работе. Традиционно я начинаю установку своих приложений с установки Priority Class. Дело в том, что у меня есть заготовки, у меня очень много заготовок. Если вы посмотрите на GitHub, вот у меня здесь есть такие директории 1.23, 1.25, 1.26. Это некие заготовки под разные версии кластера, приложений, которые я обычно использую, чтобы быстро поставить. Вот кластер есть, туда быстро кинул. Вот, и я всегда там использую Priority Class. Значит, соответственно, здесь я буду использовать много наработок вот из той части. И там есть в манифестах использование соответствующих Priority Class. Поэтому эти Priority Class я себе поставлю. Ну, почему бы их не поставить? Тем более, штука полезная. Много места не занимает, всего три Priority Class у меня. Так, это я где? А, мне нужно перейти здесь в директорию Utils и директория K3SD. Вот здесь. Вот здесь это все находится. Соответственно, у меня здесь три Priority Class'а кастомных, которые я делаю. Это Low Priority, Medium Priority и High Priority. Ну, что-то рассказывать. Я про это уже рассказывал в отдельном видео про Priority Class'ы. Поэтому просто поставили и будем пользоваться. Следующий компонент, который я ставлю всегда в кубере, это CertManager. CertManager это софт, который позволяет нам, в общем-то, работать легко и непринужденно с сертификатами. Значит, надо посмотреть, какой на данный момент CertManager последний релиз у нас есть. Так, версия 1.13.4. А у меня какая версия здесь? Нет, что-то не то. Это 1.13.4. Это в 13-й ветке он последний. 1.12.8. Вот, 1.14.2. В 14-й ветке у меня 1.14.2. Последний релиз. Так, а я какой ставлю? 1.14.2. Да, ничего не изменилось. Соответственно, поставить CertManager очень просто. Вы просто берите вот этот вот манифест, который они нам дают, и тупо его ставите. Значит, соответственно, у вас сейчас будет создан namespace под названием CertManager, куда этот CertManager поставит свои компоненты. То есть, сразу хочу сказать, один CertManager на кластер. Ну, у нас кластер маленький, один, поэтому CertManager у нас будет вот такой один. Он ставит Custom Resource Definition свои, веб-хуки и прочее, прочее, прочее. Сейчас он установится. После этого мы сможем заняться с вами сертификатами. Ну, как вы видите, установка CertManager занимает некоторое время. Нужно подождать, пока оно стартанет, пока Custom Resource Definition там нормально в кластере. Вот здесь в Custom Resources у вас должен появиться CertManager.io, соответственно. Это говорит о том, что Custom Resource Definition у нас были установлены. Значит, продолжаем разговор. После того, как мы поставили CertManager, нам нужно заняться Certificate Authority. Тут немножко подробнее. Дело в том, что у нас будут приложения, которые работают, ну, ну, никак. Так, их, конечно, можно заставить работать без SSL, то есть по протоколу HTTP, например, без HTTPS. Но это некрасиво, это нехорошо. Сейчас везде используется SSL, и, соответственно, мы должны будем этим заняться. Поскольку кластер находится у меня во глубине сибирских рук, где-то внутри моей квартиры, глубоко закопанной за тремя-четырьмя фаерволами в пяти виртуальных машинах, организовать автоматический выпуск сертификатов при помощи Let's Encrypt у меня не получится. Хотя CertManager умеет делать эти вещи, но там есть некоторые условия для того, чтобы это было соблюдено, чтобы это можно было использовать. Вот. Поэтому я поступаю очень просто. Я делаю свой собственный Certificate Authority. И вот этот Certificate Authority будет подписывать все сертификаты, которые я буду использовать. Ну, и, во-вторых, почему я не буду использовать Let's Encrypt, то у меня кластер, допустим, кластер, домен левый, у меня там крюков local. Блин, какой Let's Encrypt? Значит, соответственно, у меня здесь есть файлик. Вот такой. Это манифесты CertManager, которые делают следующие вещи. Во-первых, я делаю эшуэр, который будет делать самоподписанные сертификаты. То есть, для нашего Certificate Authority мы делаем самоподписанный сертификат. Ну, то есть, там будет нередиться ключик и сертификат, который будет нашего Certificate Authority. Соответственно, его нужно самоподписаться. То есть, он должен сам себя подписать. Это будет происходить при помощи этого эшуэра. Мы его размещаем на InSpace CertManager. Он будет находиться там. Кроме всего прочего, сертификат, который у нас, нашего Certificate Authority, он тоже будет находиться в Namespace CertManager. То бишь, когда вы его создадите, помните, он находится вот именно в этом Namespace. Здесь все очень просто. Мы его на 10 лет выдаем. Мы описываем, что это такое. В Common Name я пишу, что это мой собственный Home Certificate Authority. Указываю секрет, где он будет находиться вот в этом Namespace. Вот будет такой секрет. Ну и дальше, какой ключик используется, алгоритм и так далее и тому подобное. Вот. Это мы с вами готовим сам сертификат. Дальше нам нужно будет эшуэр, который для подписи различных сертификатов будет использовать этот наш Certificate Authority. Значит, я много раз показывал уже в своих видео, как пользоваться эшуэрами. Но я там обычно делал просто эшуэр. А здесь у меня кластер эшуэр. То есть, это подписывательщик. Я не знаю, как перевести это правильно на русский язык. В общем, это инструмент, при помощи которого мы будем подписывать сертификаты во всех Namespace'ах. То бишь, простой эшуэр, он работал только в пределах одного Namespace'а. Кластер эшуэр, он работает в пределах всего Namespace'а. Соответственно, мы говорим, что у нас будет кластер эшуэр. Соответственно, называться он будет так. Использовать будет вот этот Secret Name, DFC. Ну, соответственно, этот эшуэр будет использоваться нами для всего остального. Применить все это очень просто. Вот так вот мы просто этот манифест тупо кидаем в кубер. И сейчас у нас в Secret'ах, в Namespace'е CertManager, появится уже вот этот наш сертификат, ключик нашего Certificate Authority. Вот он. И мы можем им пользоваться. Данный сертификат нашего Certificate Authority мы будем использовать не только в кубере, но и за его пределами. Дело в том, что про наш Certificate Authority не знает никто, кроме нас. Поэтому нам потребуется файлик. Вот этот CACRT файлик. Я его просто из кубера импортирую. И вот здесь у нас появляется... У нас появляется... А, что я такое написал? SecretDevCA, NotFound, бла-бла-бла. А, ну да. У меня здесь нет тот Namespace. Сорян. Сейчас мы это дело быстренько поправим. Значит, Namespace у нас называется CertManager. Так-так-так-так-так... Namespace... CertManager. Вот таким образом. О! Налитую документацию правим, ошибки в ней ищем. Так. Вот у нас CACRT появился. Вот наш сертификат, нашего Certificate Authority в PEM-формате. Значит, этот файлик нам пригодится. Мы будем его использовать дальше в Windows, в MacOS, в Linux и так далее. Итак, для того, чтобы наш Certificate Authority стал известен всем, кто будет пользоваться подписанными ими сертификатами, мы должны вот этот сертификат нашего Certificate Authority разместить на всех машинах, которые будут пользоваться... Ну, которые мы будем использовать. Значит, у меня это... Во-первых, сама машина, где находится кластер K8S, то есть вот эта вот виртуальная либо стоящая далеко машина. Во-вторых, это у меня Ubuntu, которая находится в Windows Services for Linux. В-третьих, это Windows машина, на которой я работаю. И в-четвертых, это Mac, ноутбуки, на которых я работаю. То есть, везде, где мы будем пользоваться сертификатами, подписанными этим Certificate Authority, мы должны сказать, что вот у нас есть такой Certificate Authority, которому мы доверяем. Вот. Сейчас мы это все раскидаем по машинкам. Ну, единственное, я не покажу, как на Mac'е, но на Mac'е похожая ситуация, там ничего сложного нет. Почитайте документацию. Но файлик будем брать вот этот. Итак, начнем мы с вами с машины, где находится непосредственно K3S. Значит, в K3S, там у меня Rocky Linux, то бишь RedHat подобный дистрибутив, вернее, CentOS подобный дистрибутив. Что нужно сделать, чтобы там появилась информация о Certificate Authority, о том, что мы доверяем. Значит, нам нужно будет здесь отредактировать, то бишь, ну, если его нет, создать вот такой вот файлик, как я там написал. Вот этот файлик. И поместить сюда вот этот наш сертификат. Ну, я буду сейчас работать через линзу, просто мне тут удобнее отсюда копировать. На самом деле, вы можете взять тот файл, скопировать его вот туда, где я показал. Так, insert, insert. Вот, мы его создали. Дальше мы делаем вот такую командочку. Updates.atrust.extract. Значит, что произойдет? У нас с вами вот этот файлик берется вот отсюда и добавляется в список Certificate Authority, который у нас с вами здесь есть. Ну, проверить очень просто. Давайте возьмем вот эту строчку. Вот эта строчка у нас. И сделаем греб вот этой строке. Так, что такое? У меня insert, что ли, включен. В директории etc.pk.ca.trust. Так. Здесь у нас без Ctrl-C, без Ctrl-V. Просто по правым кнопкам мыши все это работает. Вот здесь и рекурсивно, разумеется. Мы должны это поискать. Как видите, он у нас был, этот файлик, находился в директории source-anchers-dvca. Где тут у нас? Source-ancher-dvca. Но потом он добавился в различные директории. Нас интересуют вот это. Вот эти два файлика. Это cabundle.crt и cabundle.trust.crt. Где находятся сертификаты C, которым мы по умолчанию доверяем. Вот. Соответственно, у нас приложения, которые будут работать в этой операционной системе, будут без проблем воспринимать сертификаты нашего C. Следующее. Это машинка Ubuntu, которая находится у меня в Windows Services for Linux. Вот здесь вот. Соответственно, я должен буду создать, если нет. Скорее всего, там такой директории у нас нет. Создать вот эту директорию. А нет, у меня уже есть эта директория. Отлично. Но если у вас нет, ее создадите. Дальше. Аналогичным образом мы создаем похожий файлик. Называем его, ну допустим, вот так. Так, точно так же мы туда, ой ты господи, копируем наш сертификат. И, ну тут немножко другая команда, в отличие от этого, от CentOS, от ROCKY. Ну тоже, Updates.ca Certificates, очень похоже по названию. Соответственно, после этой команды все приложения, которые будут в Ubuntu, они тоже будут доверять нашему сертификату, который у нас здесь есть. Так, Updates.ca. А, у меня он, наверное, уже был там. Я тут просто до этого экспериментировал. Поэтому он, скорее всего, там уже был. Так, это мы сделали Linux. Теперь Windows машина, где я работаю. Ну, у меня здесь Windows Service for Linux. Соответственно, я в файловой системе вижу файловую систему. В файловой системе Windows я вижу файловую систему Ubuntu, которую я нахожу. И, значит, у меня директория Home, Arthur. Так, здесь у меня Projects. Дальше YouTube. Это где мы сейчас находимся. Тут у нас должно быть Utils. K3s DevStand. Нет, пардоните, это не то. K3s Dev, вот это. И вот у нас есть этот файлик CACRT, который мы экспортнули в файловую систему. В Windows все очень просто. Нажимаем два раза. Говорим открыть. Так, вот, открытие открылось, но немножко в другом месте. Значит, здесь нам рассказывают, что это такое за сертификат. Мы можем его посмотреть. Ля-ля-ля. Ну, видите, Arthur Home C. Это вот тот сертификат, который мы делаем. Мы говорим установить сертификат. Ну, я нажал кнопку, да. Значит, для текущего пользователя я не хочу на весь компьютер. Тем более, я работаю только здесь с этим пользователем. Дальше. Поместить сертификаты в хранилище сертификатов. Выбираем вручную. И нас интересуют доверенные корневые центры сертификации. Дело в том, что это будет корневой центр сертификации. Ну, для нашего домена. Делаем окей. Далее. Ля-ля. Готово. Он будет установлен. Хотите? Да, хотим. Импорт прошел. Все. Зашибись. Для того, чтобы убедиться, что он у нас установлен и находится там, где надо. Тут все очень просто. Запускаем Windows и CertManager. Ну, там свой собственный CertManager, да. Доверенные центры сертификатов. Сертификаты. И вот здесь мы видим, видите. ArtToursHome.ca. Вот он добавлен. Ну, соответственно. В Windows мы это тоже добавили. Значит, есть похожая процедура для Mac. Я просто сейчас не хочу переключаться на Mac, настраивать там видеозапись. Ну, лениво, честно говоря. Но в Mac'е точно так же вот этот CACRT добавляете, чтобы вы могли пользоваться сертификатами, подписанными вот этим центром сертификации. Следующее базовое приложение, которое мы будем ставить, это IngressController. Дело в том, что я когда с LK3S не ставил IngressController на базе трафика. Ну, честно говоря, я его особо не знаю. Он мне как-то не нужен. Мне устраивает, в принципе, IngressController на базе Nginx. Значит, как его найти, как его установить, показываю быстро. Значит, у нас есть всемогущий Google или Яндекс, или кто угодно. Вот я в Яндексе, например, ищу. Коллеги, вообще, учитесь искать информацию. И нас задают такие вопросы дикие. Я просто смотрю, блин, а в Google вы спрашивали, прежде чем ко мне обратиться, или лениво? Вот в Google достаточно набрать Kubernetes IngressController. Ну, вот в Яндексе, да? И вот у нас идет первая же ссылка. А, кстати, о, я в оперный театр. Мои видео тут есть по ссылочкам. Приятно, приятно. Значит, идет ссылочка на документацию Kubernetes. И буквально вот тут же в начале Kubernetes, Asus Project, Support, Maintains, ла-ля-ля-ля-ля-ля, такие-то IngressController. Вот нас интересует вот этот IngressController. Тупо на него кликаемся. И попадаем, в общем-то, в среду разработки. Здесь нас интересует HelmChart. Мы будем ставить его при помощи HelmChart. Мы заходим вот сюда, где у нас есть чарт IngressController. Смотрим информацию о HelmChart. У меня есть видео на канале про HelmChart. Мы должны знать. И смотрим последнюю версию HelmChart, которая, в общем-то, релиз у нас есть. И как мы видим, что она 4.10.0. Этого нам достаточно. Ну, как, ну, кроме этого, нам еще интересны файлики Values. Да, вот у нас файлик Values. Я сейчас не буду подробно разбираться, что это за Values, как этот Values, ребята. Я говорил, это видео не для новичков. Поэтому мы просто тупо этим воспользуемся. Да? То есть, сами разбирайтесь. Смотрите, что там к чему. Значит, чем воспользуюсь я? Значит, вот у меня есть файлик IngressController.yaml. Здесь есть интересная фишка. Дело в том, что, как я уже говорил, в K8S вовнутрь встроен HelmChart. То бишь, там есть встроенный HelmChart. Соответственно, там есть кинд под названием HelmChart, который мы можем пользоваться. И, соответственно, при помощи этого манифеста, который мы сейчас сгенерим, мы его кинем в наш в K3S манифест. И K3S сам установит HelmChart, который будет описан вот здесь. Вот здесь. Так, ну, давайте разбираться. Как я уже говорил, у нас последняя версия чарта 4.10.0. Соответственно, здесь я это внесу исправление. 4.10.0. Упс, по-русски. То есть, что мы здесь указываем в спецификации? Репозиторий, откуда брать соответствующий чарт. Как называется чарт, который мы используем. Версия. В какой namespace мы его помещаем. И values файлик, который я буду использовать для установки. Значит, что здесь такого, что я добавил от стандартного, того, чего нет. Во-первых, я определил priority класс на им. Да, помните, вот priority классы, которые у меня были здесь. Я разрешил метрики на всякие пожарные, если вдруг я буду этим заниматься, чтобы метрики получать. Дальше я выключил admission webhooks для того, чтобы не проверять ингрессы, потому что, а вдруг я потом добавлю еще какой-нибудь ингресс, и у меня будет не один ингресс в кластере, а, допустим, три. Ну вот, мне в каком-то проекте потребуется свой собственный ингресс-контроллер, который не будет глобальным. Для каких-то своих там, не знаю, целей по завоеванию мира в галактике. Вот мне потребуется отдельный ингресс-контроллер. Ресурсы, реплика, ну, здесь все достаточно, достаточно просто. Ну, и да, что я добавляю? Я здесь добавляю ingress-класс ресурсов. Дело в том, что я меняю у этого ингресс-контроллера ингресс-класс на другой. Что такое ингресс-класс в ингресс-контроллере? Посмотрите, видео про ингресс-контроллер. И у меня вот этот ингресс-контроллер будет иметь класс SystemIngress. Вот такая забавная штука. И, пожалуй, все. Пожалуй, все. Все остальное посмотрите в values-файлике. Там написано, там все хорошо. Соответственно, у меня здесь в манифесте две сущности. Это я namespace делаю отдельный ingress-injinx, и в этом namespace разворачиваю вот этот helm-чарт. То есть, до безобразия просто. Как установить ингресс-контроллер? Да, пожалуйста. Я просто применяю вот этот манифест. Упс, промазал. Применяю этот манифест. И наблюдаю, как происходит счастье в личной жизни отдельно взятого ингресс-контроллера. Вот у меня namespace ingress-контроллер. Ingress-injinx. Так, что-то у меня здесь пусто. Дубль пусто. Пусто-пусто, дубль пусто. Интересно, куда у нас все делось? Хелм, давайте... А, нет, все, пошло. Это он раздуплялся. Значит, смотрите, что у меня здесь происходит. Ingress-injinx-контроллер. Так, а, сейчас, секундочку, я гляну. Одну вещь. Ну да, я запускаю хелм-чарт в namespace kubi-system. Я почему тут немножко начал мандражировать, что я не вижу то, что я хочу. Дело в том, что в kubi-system вот этот вот, видите, job запустился. Вот этот job, на самом деле, если посмотреть его логи, то мы увидим, что вот здесь именно происходит установка хелм-чарта. То бишь, вот, в итоге происходит вот здесь, в этом job. А уже само приложение, оно уже разворачивается в namespace... Где он тут у нас? Ingress-injinx. По-хорошему надо переделать. По-хорошему надо переделать. Я здесь исправлю, вместо kubi-system вот этот namespace поставлю. Поэтому в видео у меня будет вот такая неразбериха. Но в итоге все будет замечательно. И вы увидите соответствующий job вот в этом namespace. Но в любом случае у нас ingress-контроллер запустился. Здесь у нас логи. Ну, все нормально, ingress-контроллер есть. Теперь по поводу сервиса, как к нему получать доступ. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь автоматически генерируется сервис типа Load Balancer. Да-да-да. В K3S встроен механизм, который позволяет автоматически генерировать сервисы типа Load Balancer. У него такая забавная особенность, что он делает кластер IP, все IP нод кластера K3S. Но поскольку у нас всего лишь одна нода, то мы можем просто использовать вот это, вернее, external IP, извините, вот это поле. Мы можем использовать IP-адрес той машины, на которой запущен K3S. Ну, видите, 218-189. Соответственно, сейчас, обратившись по этому IP-адресу на 80-й порт, либо на 443-й порт, я попаду на соответствующий ingress-контроллер. В чем мы можем легко убедиться, просто выполнив соответствующую команду. Ну, по идее, мы должны получить ошибку. Но какую ошибку? 404, not found. Но Nginx, который находится в ingress-контроллере, нам правильно ответил. То есть, все зашибись, все хорошо, все красиво. Ну и, пожалуй, на сегодня остановимся, потому что видео уже так получилось слишком длинное. Следующие приложения, которые нам потребуются, будем устанавливать в других видео.